Это вечерние новости на RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. Террористическая организация Хамас должна быть уничтожена, сектор газа демилитаризован, а палестинское общество дерадикализировано. Таковы условия для установления мира между Израилем и палестинцами в секторе газа, заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу в гостевой колонке для американской газеты The Wall Street Journal, обнародованной в понедельник. Как подчеркивает Нетаньягу, уничтожая Хамас, Израиль продолжает действовать в полном соответствии с международным правом. Часть стратегии террористов заключается в том, чтобы использовать палестинских мирных жителей в качестве живого щита, напоминает он. В то же время армия обороны Израиля делает все возможное, чтобы свести к минимуму гражданские потери, подчеркивает израильский премьер. В этой связи он указывает на листовки, текстовые сообщения и другие способы, к которым прибегают израильские военные, чтобы предупредить гражданское население сектора газа о необходимости покинуть опасные зоны. По словам Бениамина Нетаньягу, Израиль должен быть уверен, что территория сектора газа никогда больше не будет использована как плацдарм для нападения на еврейское государство. Ожидание, что сектор газа будет демилитаризован усилиями палестинской администрации – несбыточная мечта, уверен Нетаньягу. В настоящее время палестинская администрация финансирует и прославляет терроризм в Иудее и Самарии, воспитывая палестинских детей, стремящихся к уничтожению Израиля. Неудивительно, что администрация не проявила ни способности, ни желания демилитаризировать сектор газа. Третьим условием для прекращения войны в секторе Нетаньягу называют дерадикализацию населения этой территории. Как только Хамас будет уничтожен, сектор газа демилитаризован, а палестинское общество начнет процесс дерадикализации, сектор газа может быть восстановлен, а перспективы масштабного мира на Ближнем Востоке станут реальностью, резюмирует Бениамин Нетаньягу. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение Хамас, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массовый ракетный удар по Израилю и вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор газа. Израиль в ответ объявил войну Хамас. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью Хамас, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного Хамас Министерства здравоохранения, в секторе газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам также пока невозможно. Россия заявила, что ее силы захватили стратегический город Марьинку на востоке Украины. Но Киев оспорил те заявления, сообщив, что его войска отразили три безуспешных атаки вблизи превращенного в руины и практически безлюдного города. Говорить о захвате Марьинки некорректно, заявил представитель украинских военных Александр Штупун, выступая на украинском телевидении. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу перед телекамерами доложил о взятии Марьинки президенту Владимиру Путину. Между тем, в ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по порту Феодосии в аннексированном Крыму. После удара местные жители слышали несколько взрывов и видели дым в районе порта, сообщали российские телеграм-каналы. Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов подтвердил, что в районе Феодосии была произведена вражеская атака. В результате атаки один человек погиб, четверо ранены, сообщили в МЧС России по аннексированному Крыму. Все пожары в Феодосии локализованы и потушены. Аксенов также заявил, что при обстреле шесть зданий получили повреждения, в основном в них выбило окна взрывной волной. Шестерых жителей ближайших к порту домов эвакуировали в пункты временного размещения. Остальные жильцы, как рассказал Аксенов, разместились у родных и знакомых. По данным телеграм-канала БАЗа, после атаки более 350 человек были эвакуированы из ближайших к порту домов, а площадь пожара в порту составляла более тысячи квадратных метров. После удара в Феодосии изменили маршруты движения поездов, а также перекрыли движения по улицам Десантников и Красноармейской. Ночью примерно на час было остановлено движение транспорта по Крымскому мосту. Про российский телеканал «Крым-24» сообщил, что в фойе здания железнодорожного вокзала, а также в классах и концертном зале музыкальной школы выбило окна. Атака в ночь на 26 декабря, согласно заявлению украинских военных, была произведена крылатыми ракетами. Предположительно, корабль «Новочеркасск» доставлял в Крым иранские беспилотники «Шахет», используемые Россией для атак на Украину. Минобороны РФ подтвердило информацию о повреждении корабля «Новочеркасск», пострадали ли другие суда в порту Феодосии, неизвестно. В сообщении ведомства, которое распространили российские агентства, говорится, что корабль был поврежден в ходе отражения удара ВСУ. По данным министерства, ВСУ нанесли удар по кораблю авиационными управляемыми ракетами. В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявшие пуск ракет, утверждает Минобороны России. При этом спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игната проверк информацию о том, что российские военные сбили два украинских самолета. Он не уточнил, какими ракетами Украина нанесла удар по порту Феодосии, добавив, что для уничтожения такого корабля пришлось запустить явно не одну ракету, потому что войска России могут их сбивать. Спикер воздушных сил также заявил, что в операции принимали участие украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воздушные силы ВСУ за эффектное пополнение российского подводного черноморского флота еще одной посудиной. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины постоянно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Но запрос на конкретное число мобилизованных не подавало. Военное командование ни одного запроса властям не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и, соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием в кабинет министров или в Верховную Раду мы такие запросы не осуществляем, сказал Залужный в эфире национального телемарафона. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, почему командование ВСУ предложило мобилизовать именно 400 или 500 тысяч человек. Ранее о том, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать такое число людей, говорил президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахамиев. Главнокомандующий отметил, что Генштаб ВСУ не наделен правом предлагать законодательные инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал. Залужный также подтвердил, что ВСУ работали с Минобороны Украины, которая может предлагать проекты законов, и уже ведомство, вероятно, подавало законопроект о пересмотре правил мобилизации правительства. Президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 400 или 500 тысяч человек. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных. На фоне продолжающегося российского вторжения власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета в стране. Правительство Украины подготовило специальный законопроект об этом, 25 декабря его внесли в Верховную Раду. Среди прочего, в проекте закона предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уточнить, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку, а также определить порядок увольнения мобилизованных. Документ предусматривает рассылку электронных повесток, вводит учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом и ужесточает ограничения для уклонистов. Ученые из Стэнфордского университета совершили прорыв в исследованиях старения, разработав методику для оценки биологического возраста отдельных органов человека. Этот метод основан на измерении уровней специфических белков в плазме крови, что позволяет более точно определить риски для здоровья. Долгое время ученые пытались найти биомаркеры, отражающие биологический возраст человека, который часто расходится с хронологическим. Ранние исследования в области генетики и анализа ДНК не принесли желаемых результатов, но последние разработки в области эпигенетики и транскриптомики открыли новые возможности. Эпигенетические часы – один из наиболее перспективных методов, анализируют изменения в метилировании ДНК, позволяя определить биологический возраст на клеточном уровне. Также рассматриваются другие подходы, включая транскриптомные часы, основанные на анализе генов, участвующих в производстве белков. Исследования показывают, что различные органы и системы человека стареют с разной скоростью. Это приводит к выводу о том, что биологический возраст человека зависит от возраста его самого старого органа. Ученые из Стэнфордского университета выявили около 900 белков, специфичных для различных органов, и их уровни в крови могут точно указывать на биологический возраст этих органов. Это открытие позволяет выявить риски заболеваний и старения на ранних стадиях, что может кардинально изменить подход к лечению и профилактике заболеваний, связанных со старением. Хотя новая методика представляет собой значительный шаг вперед, ученые признают, что для полного понимания процессов старения необходимы дальнейшие исследования. Вопрос о том, являются ли белки причиной или следствием старения, остается открытым. На этом у меня все. Мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»